Мы все боролись за большой, в свое время мы, если помните, предвосхитили подвижку Большого театра, что ускорило процесс стройкомплексом освоения этой территории, но не совсем правильно, как мы бы хотели. Дело в том, что такие стройки сразу притягивают к себе внимание соинвесторов и различных людей, в том числе и нечистых на руку. Более того, перестраивая такие объекты, нельзя лишать их исторической сути. И зародыша вот этого доминанта или субдоминанта, как мы это называем, на форпостных базах, которыми является при Кремлеве, и район всего Надхолмия, которое исторически уже было, так сложено. Это нарушено. Нарушена геологическая составляющая, нарушена грунтовая составляющая. Если вот так один монстр притягивает себе столько денег, и в то же время не озолачивается его фундамент, и вокруг все здания приобретают трещины, это дошло аж до МХАТа. И если взаимно не лечатся другие объекты, и история просто уничтожается, как это было с военторгом и с многими другими нашими историческими зданиями, вплоть до детского мира, то что тут говорить о неаккурупционной составляющей? Она самая основная в строительстве и развитии таких зданий. Если она губит всю инфраструктуру, которая рядом, и потом это способствует тому, чтобы новые отмывания денег шли на окололежащие к ней структуры, то это преступление. А Большой театр для меня – это элемент того, как за счет личных интересов изменена вся инфраструктура исторического здания, и внешний облик – это единственное, что осталось, и то частично с фасада, от реального Большого театра. Можно было бы все исправить, почему-то эти проекты были отвергнуты. А проект усовершенствования, который совершенно не нужно было, как я понял, для актеров Большого, мы со многими обсуждали это, в некоторых местах это сузило, в некоторых расширило базу театра, в основном это подземное строительство, которое абсолютно не несет ничего для того, чтобы театр стал устойчивее, его и так укрепили без этого. Я считаю, что именно в этом отношении мы можем ожидать только новых движений, если, конечно, их не запретит президент России, и не будет создана комиссия по некоторому урезанию аппетитов людей, которые на этом греют руки. Я думаю, что мы вправе ожидать и следующих Больших театров, и других больших крупных проектов, схожих с Большим театром по той нелепости, которая введена в чрево нашей культуры, которым и являлся Большой театр. Да, это красивый объект, но послушайте мнения разных людей, и просто горожан, и актеров Большого театра, впрочем, мы их уже и слышали, он очень сильно изменен против того, что они ожидали.